Основной кузницей подготовки кадров в Якутии остается СВФУ, где на неделе выбрали лучших молодых профессионалов WorldSkills. В этом сегменте республика занимает 10 место в рейтинге субъектов, принимающих участие в чемпионатах. Показателем развития движения WorldSkills в Якутии стал первый вузовский чемпионат СВФУ. Студенты этого вуза с самого начала принимают активное участие и показывают высокие результаты. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Кюней Николаева чемпионка WorldSkills Дальнего Востока. В прошлом году, будучи студенткой, она победила в компетенции парикмахерское искусство. Сегодня Кюней уже преподаватель в родном якутском технологическом техникуме сервиса. Также она выступает как эксперт на региональных чемпионатах молодые профессионалы. Участие в конкурсе мне дало колоссального опыта. Еще раз удостоверилась, что выбрала правильную профессию. И мне очень помогло устроиться на работу. И теперь я работаю, преподаю и тренирую участников чемпионата. Участники WorldSkills благодаря соревнованиям получают не только опыт, но и определенный уровень. Например, для выпускника вуза или СУЗа галочка в личном деле, как участника чемпионата, дает ему приоритет при устройстве на работу. Так как работодатель уже понимает, что выпускник проверял, подходит ли он стандартам выбранной профессии. Он уже, будучи студентом, доказал свою профпригодность, а стандарт ставится по индустриальному уровню. Соответственно, получается, я уже понимаю, что передо мной человек, который умеет работать. Так что для участника это сплошные выгоды. Что для школьника при поступлении в вуз, что для студента при поступлении на работу, что для рабочего. Есть корпоративный, который показывает, что его эффективность. Студент третьего курса физико-технического института Алексей Григорьев, участник нынешнего чемпионата Северо-Восточного федерального университета в направлении инженерный дизайн. В этой компетенции задания приближены к технической отрасли. Например, сейчас все участники занимаются 3D-моделированием, собирают и разбирают квадрокоптер, создают его фотореалистичное изображение. Я учусь по направлению электроснабжения, но 3D-моделирование может пригодиться по нашей дисциплине, чтобы моделировать электродвигатели и так далее, приводы. В общем, полезная вещь. Всего в отборочном туре 4 направления. Инженерный дизайн, веб-дизайн и разработка, программные решения для бизнеса и туризм. В последней компетенции студенты выполняют задания, соответствующие профессиональным стандартам менеджера по туризму. Формируют пакетный тур, продвигают туристский продукт и разрабатывают турмаршруты. Менеджер у нас в восприятии считается непонятной специальностью. На самом деле менеджер должен уметь очень многое. Это и коммуницировать с клиентами, это также знать основу продвижения турпродукта, это формировать новый турпродукт. Это нужно изучать потребности клиентов. Также он должен уметь делать бизнес-проекты. По правилам задания становятся известны только после вскрытия конверта. На их выполнение участникам дается 6 часов. Условия работы не как в обычных олимпиадах, где стоит строжайшая тишина. Чемпионат напоминает офис, где бурлит творческий процесс. Движение нужно не только для студентов, поскольку вообще существует 5 направлений. Это новое среди колледжа, среди вузов, среди молодых специалистов, то есть вообще до 28 лет. Здорово, что Россия вошла в 77 стран-участниц среди этого международного движения. Во-первых, это позволяет популяризировать различные специальности, различные профессии. Со следующего года вузовский этап чемпионата для федеральных университетов станет обязательным. Победители нынешнего чемпионата Северо-Восточного федерального университета поедут в Москву, где в конце года пройдет финал. Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, Григорий Охлопков. Якутия. День за днем.